Валерий Седов Новогодняя классика! В Рязанском театре кукол праздник будет по щучьему велению. Новая техника соответствует всем требованиям ГОСТа. Оснащены системами ГЛОНАСС и тахографами. В этом году мы достаточно активно по всем направлениям. Обновляем парк техники, школьные автобусы, медицинские скорые помощи и городской транспорт. Поэтому надеюсь, что эта тенденция точно продолжится. Губернатор для этого проводит большую работу. И вот при поддержке федерального центра, большое спасибо всякому правительству и всем коллегам, кто принимал участие, и мы получили новую тенденцию. Федеральным правительством утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Эта мера поддержки вводится с 1 января. Она объединит ряд действующих мер господдержки нуждающихся семей. Новый порядок выплаты единовременного пособия утвержден. Заявления Михаила Мишустина на эту тему ждали. Разъяснений тоже. По поручению президента правительство выстраивает целостную систему помощи нуждающимся семьям с детьми всех возрастов. В рамках этой работы с 1 января запускаем для них единое ежемесячное пособие. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты. В том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением, либо усыновлением ребенка до достижения трех лет. Также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Станет оно назначаться и беременным женщинам с низкими доходами. Кто конкретно может претендовать на выплаты, рассказала Татьяна Голикова. Категории несколько и вот подробности. Унифицируется правило назначения выплат на детей до трех лет. Это позволит получать такие выплаты всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка. В среднем по стране она составит до 16 тысяч рублей в месяц. Есть и другие категории. Такое пособие будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Второе. Размер пособия на детей будет дифференцирован. 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это 7, 10,5 или 14 тысяч рублей. Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители смогут оформить выплату из материнского капитала. Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в социальном фонде. Для этого достаточно будет подать заявление в электронном виде на портале госуслуг с 28 декабря. Первые выплаты поступят уже во второй половине января. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» – это выставка продажа икра и рыбы Камчатская. Вкусные свежие продукты к вашему столу. До 25 декабря можно приобрести у торгового центра «Премьер». В Рязани открылся филиал федеральной сети пекарен «Брецель». Крафтовый хлеб собственного производства можно приобрести и в нашем городе. С открытием федеральной сети пекарен «Брецель» в Рязани в магазин уже спешат первые покупатели. Оно и понятно – ассортимент здесь широкий. Одного хлеба больше 30 видов. Есть и заквасочный, бездрожжевой, пшеничный, ржаной, отрубной с семечками. И все с собственного производства. У нас есть авторский хлеб на заквасках – ржаной и пшеничный. Также всегда в продаже имеется горячая выпечка, десерты, эклеры, горячие напитки. Покупатели рассказали, что хлеб на собственной закваске нравится им больше всего. У него пористый, воздушный мякиш и плотная хрустящая корочка. В магазинах-пекарнях «Брецель» использует европейские и классические технологии производства хлеба еще со времен 1900 года. Каждую булочку пекари формируют вручную, а выпекается она на камне, как в старой русской печи. И теперь этот, можно сказать, крафтовый хлеб можно приобрести и в Рязани. Помимо крафтовой выпечки, покупателю предлагаются пельмени и вареники собственного производства. Впрочем, «Брецель» – это не только магазин, где можно приобрести хлеб и выпечку в дом. Это еще и кафе с уютной атмосферой, где можно приятно провести время с друзьями. Федеральная сеть «Пекарень Брецель» открылась теперь и в Рязани. По адресу улица Веденского, 115. Мы ждем вас с 9 утра до 21 часа. Магазин «Пекарня Брецель» открыт также по адресу Островского, 122. График работы схож. Как и рецепты, как и уют, атмосфера. Попробовать авторский хлеб, горячую выпечку и выпить кружку бодрящего кофе можно в любом из филиалов. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. 19 декабря в Рязани открылась выставка продажи икры и рыбы Камчатской. И уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать дары Камчатского края. Выставка икра и рыбы Камчатской для горожан стала уже традиционной. В Рязани они приезжают практически каждый месяц. С самого утра горожане знают, куда идти за вкусными дарами Камчатского края. Аппетитный палтус с белым, как лист мясом, и красная чавыча. Такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи икра и рыбы Камчатская. И речь идет не только о двух водоплавающих. На выбор горожан представлено аж 35 видов свежей рыбы. И за такими деликатесами даже приходят привычные к вкусу выходцы дальневосточного края. Что сегодня решили купить? Я икру. А почему икорочку? А я потому что ее люблю. Я сама с Дальнего Востока и я всю дальневосточную рыбу очень люблю. Поэтому я здесь часто у нее беру, прихожу, покупаю. Не прям вкус, как на Дальнем Востоке? Да, да. Ну, потому что она вот эта, я уже знаю всю эту рыбу. Начиная от чавыча, это все, это моя любимая рыба. Икра пользуется большим спросом. Незабываемый насыщенный вкус ценится среди гурманов. Да и без красной корки наверняка не обходится ни один новогодний стол. Красная икра, да еще и на бутербродном сливочном масле – явство, которое обладает лечебными и полезными свойствами. А еще она является очень ценным продуктом питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергию и силу. А также активизируют обмен веществ. Что сегодня решили взять? Икру и чулыч. А почему икру? Вкусная. Я икру беру. А почему икру? Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год. Все-таки праздник большой. Новый год. Полакомиться и приобрести вкусные деликатесы можно на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» у торгового центра «Премьер». Выставка работает до 25 декабря включительно. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Небывалое представление готовит рязанский цирк в предновогоднюю неделю. Новогодняя Одиссея – это полноценный мюзикл на воде. Подробности невероятного шоу артисты рассказали на специальной пресс-конференции. Такого представления даже искушенная цирковыми постановками Рязань еще не видела. Это будет не просто цирк на воде, а самый настоящий полноценный мюзикл. Рязанских зрителей мы будем удивлять. В первую очередь нашим теплом и огромным количеством воды. То есть, такого привычного пространства манежа, как обычно, не будет. Будет совсем небольшой островок, а все остальное игровое пространство – это вода. Наши русалки плавают в этой воде, да. У них настоящие хвосты, да. Они даже машут зрителям, да. И у них огромные глаза с ресницами. Все основное действие происходит либо в воде, либо через воду. Новогодняя история Одиссея, по словам организаторов представления, будет грандиозной премьерой. Сочетание музыки, воды и тепла погрузит зрителей в атмосферу Древней Греции. Будут и сюрпризы. Например, новогодняя елка вырастет прямо из воды. Да и Дед Мороз будет особенный. В костюме сшитым специально для Рязани. Он представит силовые номера, например, надувание грелки. Впрочем, образов будет много. Тоже один из важных образов. Это Афина. Такая серьезная, сильная богиня. И мы вместе с Алексеем пытаемся передать эти чувства, которые они испытывали друг к другу в мифе. Вы все это увидите, если придете к нам, посмотрите. По сценарию бог Уран посылает своих морских подданных указать путь Одиссею. Этими проводниками станут морские котики. Мешать им будут Троянцы, Химеры и Медуза Гаргона. И все это в непередаваемой атмосфере мюзикла. Исполнитель основной партии Алексей Коновалов поделился главным посылом представления. Я сижу, и Дед Мороз в данном случае, для того, чтобы я ему помог, вытаскивает меня из зала, ну, как бы простого человека, для того, чтобы простой человек стал героем истории и помог справиться с ситуацией. Мы говорим о том, что самый простой человек и становится на самом деле героем в жизни всегда. Он никогда к этому не готов. Никогда его не проходят никакие там курсы подготовки, не получают суперсилу какую-то с космоса. Ничего такого на самом деле нет. Мы прекрасно понимаем, все мы земные люди. Просто человеку приходится это делать, и он становится на этот путь, и он это делает. Огранка шоу, которая подчеркивает одновременно фантастичность и реалистичность происходящего, это гладь бассейна, красота фонтанов, симфония пиротехники, видеодекорации. Это представление должно вызвать настоящий фурор. Билеты уже доступны в кассах Рязанского цирка. Тем временем Рязанский театр «Кукол» решил не отступать от классической сказки и уже запустил интерактивное шоу по щучьему велению. Может показаться, что это история для самых маленьких. Но, впрочем, ребята постарше тоже найдут в этой волшебной истории что-то свое. Здравствуйте, девушка Мороз! Здравствуйте, девушка Мороза и Снегурочка! Ну, рассказывайте, что у вас случилось? Самое новогоднее из всех русских сказок в Рязанском театре «Кукол» начинается с выхода главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. Они по традиции встречают гостей у красавицы Ёлки вместе с волшебными помощниками и сразу вовлекают детей в хоровод. Вместе с Емельей ребята учились загадывать желания правильно. Мы все соскучились по праздникам и Новому году, а здесь и Дед Мороз, и Снегурочка. Сразу ощущается новогоднее настроение. У нас была очень красивая ёлка, а Дед Мороз, Снегурочка и Емеля задавали очень интересные вопросы. Мне было очень интересно отвечать и танцевать вместе с ними. Само кукольное представление Нина Йоту не отходило от текста сказки, но для детей, уже знакомых с ней, это все равно было новогоднее волшебство. Они ждали, когда мудрая щука подскажет, как понять, чего на самом деле просит душа и почему счастье не в ее плавниках, а в наших руках. А это еще что за житель? Так ведь это щука! Да какая большая! О, постой, постой! Тебя-то мне, голубушка, и надо. Вот почистит тебя матушка, пожарит на сковородочке. Мы решили вернуться именно в классику. Классическое новогоднее представление с классическим Дедом Морозом, с классическим хороводом, с классическим Ёлочка-гореей и с классической русской народной сказкой. Без каких-то там современных технологий и звездных войн. Все наше, норно, исконно русское наше. Праздничное представление по щучьему велению в Рязанском театре кукол будет идти вплоть до Нового года. Не пропустите. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 19 по 25 декабря. ТЦ Премьер. Алло, аравиюбеца. Экзио елее, белые прокрутизти. Алло.